62 миллиона потребуется выделить из городского бюджета на внедрение программно-аппаратного комплекса для реализации проекта «Умный Саров». Большая часть денег, 45 миллионов, это грант за победу в конкурсе на лучшую муниципальную практику. Еще 17 миллионов выделят напрямую из городского бюджета. Что именно входит в эти 62 миллиона, представители администрации объяснили на очередном заседании планового бюджетного комитета. Около 13 миллионов – это непосредственно сам сегмент 44 модуля, которые планируются к приобретению. Так как у нас нет не исключительных прав, и исключительных прав на этот модуль – это те модули, которые в рамках пилота на протяжении, ну, фактически трех лет разрабатывались РИРом. На базе пилота имеется в виду Сарова. С учетом наших предложений отрабатывались программисты МРИРа, отрабатывались также ТКСом, так как у него имелись не исключительные права. Остальную часть денег предполагается направить на видеонаблюдение объектов городской среды, уличной дорожной сети и мест, где часто образуются стихийные свалки. Диспетчеризацию светофоров, монтаж умной остановки, установку гидродатчиков. Половину из этих 62 миллионов планируют направить на установку видеонаблюдения в школах и детских садах Сарова. Оснащение образовательных организаций камерами – это не прихоть департамента образования. На сегодняшний день, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, уже на протяжении двух лет, все образовательные организации, вторая и третья категории по, скажем так, объективным оценкам и относящейся к категории объектов, должны быть оснащены видеонаблюдениями. Частично школы за счет собственных средств эту работу проводили, но полностью сделать ее не могли. Целиком ни одна школа или сад не оснащены камерами в нужном количестве. Два года департамент образования направлял письма в администрацию, чтобы из бюджета выделили финансирование на эти цели. И после событий в Казани вопрос стал еще острее. У нас на сегодняшний день 45 образовательных организаций, при этом на 67 объектов, потому что у некоторых образовательных организаций по несколько зданий. Соответственно, на сегодняшний день не оснащены полностью ни одно. В каждой образовательной организации минимально по одной, где-то две камеры, у некоторых там по семь, они обеспечены. Есть образовательные организации, которые являются пунктами приема государственного единого экзамена. Это 13, 20 и 16 школы. Там учебные аудитории и коридоры на сегодняшний день практически все оснащены за счет требований, опять же, федеральных требований при проведении ЕГЭ. Эти записи с камер при проведении ЕГЭ хранятся на серверах школ. При установке камер для полноценного видеонаблюдения данные будут хранить на серверах вне образовательных организаций, чтобы в случае чрезвычайной ситуации иметь к ним доступ в режиме реального времени. Когда это концентрируется в определенном одном месте, можно, в принципе, выстроить программный продукт, который бы анализировал появление людей, допустим, и выдавал определенные сигналы. Если идет странный человек со странным поведением, на сегодня программы существуют, которые позволяют идентифицировать на подходе и дать некое сообщение для того, чтобы тот же сторож или охранник был более бдительным, так как вот такая информация, допустим, появилась. Следующий этап – заключение договоров с частными предприятиями, чтобы бабушек на вахте сменили высококвалифицированные специалисты-охранники. Также в планах оснастить школы и детские сады домофонами. Но пока департамент образования обязан установить камеры. Но сделать это за счет финансирования всего проекта «Умный Саров» не обязательно. Действительно, если есть предписание верхних органов, постановление правительства, обязанность, да, есть требования по террористической защищенности, они написаны, будем говорить, специалистами в этой сфере, и они должны выполняться. Получается, что называем все это «Умным Саровым», и явно толкаем это все к победе одной организации. То есть у нас это прописано все в одну стручку. Петр Смирнов в очередной раз напомнил депутатам, что вся история с «Умным Саровым» весьма туманна. Разрабатывали продукт силами телефонной компании «Сарова», которые принадлежали не исключительные права. Депутат предложил разбить эту закупку и не тратить 62 миллиона на один лот, отдавая деньги одной компании. По крайней мере, видеонаблюдение в школах, по мнению народного избранника, нужно вынести в отдельный лот. Понятно, «Умный Саров» все это будет отдельно. Но реально мы сможем сэкономить и тем самым развить конкуренцию среди организаций города, которые... У нас не только РИР занимается этим людям, занимает большое количество индивидуальных предпринимателей, предприятий в городе, которые могут это сделать. И устроен на опцион «Кто меньше предложит, тот и выиграет». Мы сэкономим бюджетные средства. Я не вижу смысла объединяйся в один лот. К этой теме депутаты вернутся на заседание комитета 28 мая. Также они рассмотрят вопросы строительства и реконструкции городских улиц. Канал 16 на своем канале в Ютубе будет вести прямую трансляцию. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Продолжение следует...